Мы хотим восстановить зависимость при помощи некоторой модели, которая у нас будет нейронной сетью. Как нам построить нейронную сеть? Во-первых, нужно определиться с архитектурой этой нейронной сети. То есть, из каких кусочков она будет состоять, как эти кусочки будут друг с другом связаны, как эти нейроны внутри будут устроены, какая у них будет функция активации, ну и так далее. Кроме того, нужно определиться с функцией потерь. Что такое функция потерь? На данном этапе удобно рассматривать нейронную сеть как черный ящичек, у которого есть ручки. Ручки — это веса нейронов и смещение. Мы хотим найти положение ручек, при котором черная коробочка, которая непонятно как внутри устроена, решает нашу задачу наилучшим образом. Для того, чтобы решить эту задачу, нам нужно определиться, что такое наилучшим образом, и этому соответствует как раз функция потерь. Ее минимум будет соответствовать самому лучшему положению ручек на этом черном ящичке. Кроме того, нужно определиться с методом оптимизации. Что такое метод оптимизации и зачем он нужен? Допустим, у нас есть эта коробочка, и у нас есть какое-то положение этих ручек. Мы померили функцию потерь, и мы знаем для каждой ручки, в какую сторону нужно повернуть эту ручку, чтобы улучшить результат, чтобы уменьшить функцию потерь. Соответственно, метод оптимизации — это как раз насколько и как нужно крутить эти ручки для того, чтобы улучшить наш результат. Кроме того, можно еще ввести метрики. Эти метрики не будут непосредственно влиять на процессы обучения, но они чрезвычайно полезны. В частности, они полезны для того, чтобы настраивать процессы обучения. Что такое метрики? Метрики будут просто показывать, насколько хорошо мы сейчас решаем нашу задачу. Например, точность — это сколько процентов из результата мы угадали. Вот это хороший пример метрики. Чуть позже мы рассмотрим, чем метрики могут отличаться от функции потерь, и какие условия накладываются на функцию потерь.